Пламя мира сегодня встречают в Минске. Белорусская столица примет факел спустя 46 дней грандиозного шествия по разным странам и городам. Позади больше 7 тысяч километров. Впереди церемония встречи, марафон по знаковым местам города и зажжение огня в легендарной чаше национального олимпийского стадиона «Динамо». О пламени, которое совсем скоро согреет спортивное сердце Европы, в репортаже Анны Волковец. Май 2019 года в Риме зажигают огонь вторых европейских игр. Ярко и символично в вечном городе начинается белорусская история эстафеты пламени мира. Чаша факела в форме лепестка, папоротника и огонь, символизирующий мир, дружбу и вечное стремление вверх. Уже через несколько дней после старта пламя мира вознесли над всей Европой, подняв на высочайшую точку гору Монблан. Дальше Австрия, Словения, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. С 12 мая пламя мира передавали по всем регионам нашей страны. Всего в эстафете принимают участие 450 факелоносцев, известные и успешные в своей сфере белорусы. Среди зрителей все, кто неравнодушен к спорту и новым свершениям. Везде, где принимали огонь, начинался праздник. В областных центрах и небольших городах много говорили о спорте, о заветных мечтах и пути к их исполнению. Передача огня городу-герою Минску – день особенный. На площади государственного флага церемонию готовили несколько месяцев, а масштабные репетиции проходили каждый вечер последние две недели. Две тысячи участников и события, после которого атмосферой европейских игр город будет жить круглосуточно. Именно в наше мероприятие будет участвовать 1200 волонтеров, людей просто желающих участвовать. И они с таким, знаете, горящим взором, с желанием. Сто процентные явки, они бегут, они горят. И это так важно, когда люди хотят сделать праздник в своей стране. На столичных дорогах уже изменилось движение транспорта. Некоторые улицы по маршруту пламени мира перекроют сегодня вечером. Уже с 19.30 нельзя будет проехать от площади Свободы по улице Ленина, проспекту Победителей до площади государственного флага. Откроют движение в 21.10. Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств с пониманием отнестись к временным неудобствам и ограничениям движения в связи с проведением нашей столицы вторых европейских игр. Всю актуальную информацию можно отследить на официальных источниках для того, чтобы правильно спланировать свой маршрут передвижения на сайте Министерства внутренних дел. И по маршруту движения огня вторых европейских игр к нам приближается грандиозный праздник, масштаб которого совсем скоро ощутит каждый. Ко встрече огня вторых европейских игр Минск готов. Накануне прошла генеральная репетиция, во время которой погода проверила всех на прочность. Организаторы доказали, факел будет гореть и церемония состоится при любых условиях. Трансляция начнется отсюда, с площади государственного флага, ровно в 21.00. До старта вторых европейских игр остается в 4 дня. Анна Волковец, Александр Кривенский. Наши новости ОНТ. Редактор субтитров А.Семкин